Привет, дорогие друзья, мои дорогие подписчики и случайные зрители. Меня зовут Лида, и вы попали на канал Лида Лайфлог, мой канал о жизни в Испании, где я рассказываю вам интересную, полезную информацию о Испании, рассказываю о своей жизни в Испании и показываю свой город, в котором я живу. Сегодня мы приехали на семейную прогулку всей семьей. Вот моя семья стоит. Помашите ручкой! Вот. Мы приехали на семейную прогулку в новый торговый центр. Он у нас открылся довольно-таки недавно, и я вам хочу его показать, потому что все-таки это тоже часть жизни в Испании. Мне интересно узнать, какие у нас торговые центры, из чего они состоят и что в них находится. Но перед тем, как я вам начну показывать этот торговый центр, не забывайте подписаться на меня, обязательно досмотреть видео до конца, поставить лайк внизу под видео, и если у вас остаются какие-то вопросы, обязательно задавайте в комментариях. Всегда рада вашим вопросам. Поехали смотреть торговые центры. Торговый центр находится не то чтобы на окраине, но не в центре города. Здесь он состоит из нескольких магазинов. Называется этот торговый центр «Байя Реал». Начинаем со сном. Находится ресторан «Суши Сон», где продаются суши. Можно зайти покушать всякую такую кухню. Магазин «Касса», заведение «Квебек», также есть кинотеатры. Дальше есть много разных магазинов, в которые мы тоже хотим зайти. Магазин «Юск», «Кугуэтос» – это магазин детских игрушек. Дальше «Меркадон» об этом только что были. Есть на территории также «КФС». Так что пошлите, смотри дальше, что здесь есть. Какой же интересный этот торговый центр. Вот, подошли мы поближе. Есть еще магазин «Мебели». Очень красивый. Дальше проходим дальше. Что еще магазин? Какой-то атрибутики всякой домашней. Таких вот, это магазин «Касса». Таких магазинов на территории Испании очень много. И они все, каждый у нас особенный. Каждый красивый и невероятный. Мы сюда зайдем потом. Сначала мы хотим походить по основному торговому центру. Посмотреть. Мимо ресторана «Суши Соми». Если кому-то интересно, вот такие вот цены на суши в этом ресторане. Вот. Немечко поподробнее вам так покажу. Есть цеты. 48 штук – 35 евро. 24 штуки – 23 евро. Заворачиваем. И вот здесь вот видите, какое обширное меню. Вот так вот выглядит ресторан. Мы сюда, конечно, сегодня не пойдем. Проходим дальше. Так, ну понятно, что на территории любого торгового центра что находятся? Разнообразные машинки. Сейчас мы пойдем туда, на второй этаж, посмотрим, что есть там. Очень интересно. Также здесь же есть вход в кинотеатр. Как-нибудь сюда обязательно. Что хочу сказать? За 4,5 года проживания в Испании мы еще ни разу не были в кинотеатре. Ни разу. И вот нужно поставить себе цель на будущий год обязательно сходить в кинотеатр. И ходить в него как можно, можно больше. Потому что у нас с каждым годом появляется все больше кинотеатров на территории нашего города. Ну и нужно же как бы просвещаться и таким же образом. Застряли мы немножечко, развлекаем ребенка. Потому что ходить с нами по территории торгового центра и скупляться ей не очень интересно. Ждем, пока она наиграется. И потом пойдем дальше смотреть наверх, что там есть наверху. До Биг Бена довезете, девушка? Сколько стоит проезд? Какой-то неразговорчивый водитель. Вообще внешнее впечатление, что как бы сам по себе торговый центр, если вот обычный торговый центр, состоит как бы одно помещение и там много магазинов. Здесь же есть большая территория, но на территории это и много разных магазинов. Пойдем сейчас дальше, конечно, посмотрим. Ну вот, рядом буквально с этим торговым центром находится другой торговый центр, Вайреал, в котором мы чаще всего ездим. И там ты заходишь, и там находится большая масса магазинов, магазинов одежды. Зара, Нью-Йоркер, Примарк, Страдивариус, ну и все остальные. Имбиржка, Манго и так далее. То есть ты ходишь по помещению, а здесь получается одна большая территория, но много разных входов, много разных магазинов. Ну вот, и С, то понятно, что там уже что-то, видимо, могу купить. Ресторанов действительно много, разнообразных, можно выбрать, что покушать. И вот мы дошли до какого-то развлекательного центра. Сейчас мы посмотрим. Как видите, есть даже помещение. Всем привет! Есть даже помещение, которое еще не открыто. Вот так вот выглядит со второго этажа территория торгового центра. Вход в кинотеатр, заведение, парковка. Кстати говоря, могу сказать, что не самая большая парковка, которая есть во всех торговых центрах. Там магазин Макро, мы туда тоже хотим пойти, никогда не были там. Дальше находятся все стены магазина. А мы идем дальше. Смотри, что это такое. Называется Солд Парк. Посмотрим. Похоже, как это детский развлекательный центр. Да! Вау! Такого не хватает у нас в Сантамбере. Мы только зашли. Мы поняли, что мы зря сюда зашли, потому что здесь столько разных автоматов. Это просто вау! Я такого еще нигде не видела. По типу американских разных центров. Это же ходячие мертвецы! Боже мой! Каролина здесь определенно интересная, да, зайка? Да! Класс! Вот так вот видите, как мы зашли, он сразу показал на такое новое место очень интересное. Каролине понравились стрелялки. Сейчас что-нибудь выберем, наверное, во что-нибудь поиграем. Есть тут. Да тут что-то нету, а? Еще есть вот такие за билетики покупают разные игрушки. Здесь выигрываешь, а там обмениваешь. Есть заведения, где можно покушать, попить кофе, перекусить на территории. И вот такие вот еще батуты есть. Вот так вот выглядят. Тоже развлекаловка. Вау! Класс! Ну, достойный центр, отличный! Цены сейчас посмотрим. С понедельника по четверг 7 евро. Полчаса, час 10 евро. Пятница, суббота, воскресенье. 8,50, полчаса и 12 евро. Сейчас, так же можно отметить для наследия. Каролина заинтересована. Ну что, Каролина изъявила желание пойти попрыгать на этих батутах. Мы уже заполнили специальную формулу. Нужно купить для этого носочки. Я вам сейчас покажу. Потом все подробно расскажу. И сейчас она пойдет прыгать туда. Не знаю, как это будет все происходить. На этих батутах нам дали такие вот специальные носочки. Сколько они стоят? 2 евро. 2 евро носочки. Они нам на постоянной основе даются. Каролина, подними ножку. Подними ножку. Короче говоря, здесь такие подкладки. Специальные. И, наверное, пойдем прыгать. Каролина уже не может дождаться. Я успел��ам, наверное, у меня вышел. На этой стены. Итак, мы уже дома и у нас не получилось обойти весь торговый центр новый, который у нас недавно открылся, потому что мы зависли в детском развлекательном центре. Он нам очень понравился и оказался просто суперским. Так что, если вы живете в Сантандере и в Кантабрии, обязательно посетите этот развлекательный центр. Его адрес, где он находится и как называется, я напишу обязательно в описании этого видео. Но вы так не расстраивайтесь, потому что весь остальной торговый центр мы обязательно посетим. Я обошла там немножечко вокруг и поняла, что я еще хочу там снять, и то, что тот именно район нашего Сантандера я никогда не ездила, никогда не ходила, никогда не исследовала. Так что, будем исследовать его с вами вместе и знакомиться с ним вместе. Там есть очень много интересных магазинов, в которые, я думаю, стоит зайти и показать вам их. Так что, ждите в скором времени новые видео с этого торгового центра и с магазинов, которые там находятся. С вами была сегодня я, Лида, на канале Лида Life Vlog. Мой влог о Испании, мой канал о Испании, о моей жизни в Испании. Здесь много интересного и полезного о жизни в Испании. Так что, подписывайся на меня, если ты этого еще не сделал, ты молодец, что ты досмотрел видео до конца, за что я тебя очень благодарю. Не забывай поставить лайк напоследок, это меня очень всегда радует. И если у вас остаются вопросы, что вы должны сделать, правильно, написать в комментариях. Всем пока, до новых встреч, с вами была я, Лида. Субтитры сделал DimaTorzok